Здравствуйте, друзья! Тема видео – это украинские новшества 2019 года повышение минималки и секс под расписку. Шок новости! Итак, зарплаты и пенсии. С 1 января в Украине вырастет минимальная зарплата с 3723 до 4173 гривен, 25 гривен 13 копеек в час. Для предпринимателей, которые используют наемный труд, это означает повышение штрафов за возможное нарушение ГЗОТа, а для получателей субсидий – уменьшение объема государственной помощи. На 30% вырастут зарплаты в силовой системе. Минимальное жалование сотрудника ГЧС составит 9000 гривен, полицейского – 9200. Не меньше 10 тысяч, как обещают, в Минобороны будут получать рядовой военнослужащий. Также с 1 января стартует плановое повышение пенсии. Первым его ощутят военные пенсионеры, которым добавят в среднем 700 гривен. На самом деле, сколько бы ни добавляли, с повышением курса доллара, сейчас идет искусственное понижение, то есть изначально было искусственное повышение, сейчас понижение в связи с выборами. Но товары не дешевеют, а все равно дорожают. Поэтому вот это все повышение пенсий и зарплат ни к чему не приводит. Нужно давать изначально нормальные условия жизни и достаточный уровень заработка. Посылки из-за рубежа. В новом году временно оставлен в силе лимит на налогообложение посылок из-за рубежа. Товар стоимостью 150 евро можно будет получать без дополнительной платы еще полгода. Подорожают покупки по интернету в иностранных магазинах с 1 июля 2019 года, когда будет введен лимит в 100 евро. А все, что сверх этого, будет подлежать налогообложению в 20%. Изначально планируемое ограничение не больше трех посылок в месяц без налога отменили. Количество получений не лимитировано. Еще один пункт закона в пользу государства, а не в пользу людей. Следующий пункт. Няня в помощь. В январе 2019 года должна заработать программа «Муниципальная няня». Она рассчитана на семьи с детьми до трех лет, где родители не могут взять долгосрочные декретные отпуска и оба вынуждены работать. Семья сама находит няню, договаривается об оплате и заключает договор. Государство обязуется компенсировать 1500 гривен за каждый месяц работы наемной воспитательницы. Неудобство заключается в том, что деньги за няню будут платить только в конце года. Планируется, что 60% выделят из местных бюджетов, 15% из областных, 25% из государственного бюджета. Все это говорит о том, что опять пройдут выборы, переизберут президента и эта команда ничего платить ни копейки не будет, а будет платить будущая команда президента. То есть, все сделано для того, чтобы опять-таки жить людям стало лучше. Вопрос только, каким людям? Уголовный кодекс «Лес и секс». Как звучит, а? С начала января вступают в силу несколько изменений в уголовный кодекс. В частности, ужесточаются санкции за незаконную вырубку леса. Это правильно. Вводятся штрафы от полторы до двух тысяч необлагаемых минимумов. Ограничение свободы на срок от трех до семи лет или лишение свободы на срок от пяти до семи лет в особо тяжелых случаях. Интересно, а если для президента елку вырубали, кого вообще президента посадят или нет? Интересно просто. В январе 11 числа начинает работать закон, приравнивающий все виды домашнего насилия – физическое, сексуальное, психологическое, экономическое – к уголовным преступлениям. Также в Уголовном кодексе Украины изменены статьи 152 и 153. Дано новое определение изнасилования. Как звучит, а? Новое определение изнасилования. Как проникновению в тело другого человека, без его согласия и сексуальному насилию. Как действию без проникновения. Через две недели за секс с законной женой, без ее согласия, будут грозить срок до десяти лет. Это типа она сказала сперва «да, дорогой, да, давай», а потом «да, слушай, как ты задолбал за эти годы» и накатает на вас. За женщиной по умолчанию остается возможность поменять «да» на «нет», на «так» сказать полпути. Следующий пункт – адвокаты могут подорожать. В контексте продолжения судебной реформы с 1 января следующего года обычные юристы окончательно лишатся права защищать интересы граждан в судах. На всех ступенях от Верховного суда до суда первой инстанции смогут работать только адвокаты, то есть обладатели специальных лицензий, поскольку возможность выбора защитника будет ограничена, вероятно подорожание адвокатских услуг. Все для народа. Трансплантация в законе и без. С 1 января 2019 года вступает в силу закон о трансплантации органов, который позволяет каждому задокументировать свое желание или нежелание стать посмертным донором. Если человек при жизни не определился, решение сможет принимать член семьи. Закон признан прогрессивным, но трансплантологи бьют тревогу. Правительство не утвердило необходимые подзаконные акты, а старый закон 1 января утрачивает силы. Получается, что все операции по трансплантации, по старым нормам будут незаконными. Друзья, я считаю, что просто все эти законы шокирующие. Это мягко, культурно выражаясь. Все не для народа. Жизнь продолжается. Надо верить лучше. Хорошего вам дня! Субтитры создавал DimaTorzok